Здравствуйте! В эфире «Евроинтеграция. Крымские аспекты». Я хочу вам представить нашего гостя, главу представительства Европейского Союза в Украине, господина Тейшейеру. Я хочу сказать, что, наверное, это самый главный гость для нашей программы. Может быть, главнее только господин Борозу. Уже был господин Борозу здесь? I hope it will be. Может быть. Я очень рад видеть здесь вашу программу. Первый раз вы заговорили на русском год назад во время церемонии Дней Европы в Симферополе. Но тогда вам нужна была бумажка, вам нужна была шпаргалка. Сейчас я вижу, что ваш русский стал значительно богаче. Да, лучше, лучше, чем в прошлом году. Но еще надо практика и учиться. Надеюсь, что в следующий год могу делать интервью по русскому языку. Я лично в этом совершенно не сомневаюсь. Жозе Мануэль Пинте Тейшейера, глава представительства Европейской комиссии в Украине, профессиональный дипломат, говорящий на 11 языках. Думаю, что освоить русский, который он учит сейчас в Севастополе в частной школе, а потом и украинский, для него не составит большого труда. Что же касается его почти тезки и непосредственного начальника, президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Борозу, то он у нас в студии, увы, еще небо. Но, судя по тому, какое значение уделяет Крыму Евросоюз, не исключено, когда-нибудь появится. Господин посол, вы развернули инициативу по социальному и экономическому развитию Крыма полтора года назад. 3 августа президент Янукович провел большую встречу в Симферополе, на которой была оглашена новая стратегическая программа развития Крыма. Как вы восприняли эту программу, эту инициативу президента Януковича? Это очень хорошая инициатива, отличная инициатива. Мне бы хотелось поприветствовать эту инициативу. Эта инициатива обнадежила нас, убедила нас в том, что процесс, который мы начали, как вы сказали полтора года назад, будет иметь дальнейшее развитие. Я объясню, почему. Конечно, мы знали, что существуют трудности, что мы должны преодолевать, в частности, некоторые проблемы, связанные с периодом развития вашей страны. Но наша цель была, разумеется, инвестицией в социально-экономическое развитие Крыма в соответствии с европейской моделью. И здесь не важно, каким будет размер этой помощи. Он зависит от реформ, которые необходимо провести в самой Украине, а также в Крыму в частности. Потому что Крым – это составная часть Украины, а реформы нужны всей Украине. Крым – автономный регион Украины, в котором, как мы убедились, есть много специфических аспектов с точки зрения уровня компетенции, не очень нам понятных. Например, нужны кооперация и строгое взаимодействие между органами власти в Крыму и в Киеве. На уровне как законодательно, Верховных Рад Украины и Крыма, так и Кабмина и Совета Министров, правительства должны более тесно взаимодействовать. В противном случае проводить реформы вряд ли будет возможно. Вне зависимости от того, в каком размере будет наша помощь, это встреча с Януковичем подтвердила, что президент и представитель Верховной Рады Украины господин Литвин с премьер-министром Крыма и представителем Верховной Рады Крыма в присутствии большого числа членов правительства из Киева, где были и вице-премьер Клюев, Колесников, многие министры и многие другие должностные лица из Крыма, имеют намерение способствовать улучшению ситуации в Крыму. И та модель, которую они выбрали, это европейская модель. Это то, что мы уже делаем в Крыму. Это идет через сеть институций, которые нас поддерживают, и теперь это приобретает гораздо больший смысл продолжать эту работу. И мы получили запрос, месседж, понимание от президента Януковича, его согласие считать Крым пилотным регионом в проведении проекта регионального развития. Тем более, что программа «Восточное партнерство» уже началась с визита в Украину президента Евросоюза Ван Румпея 9 апреля. И поэтому мы намереваемся продолжить эту программу помощи. И мы уверены, что сегодня объективные условия для нашей работы лучше, и лучше будут результаты этой работы. Потому что, как я уже сказал, есть сильная воля со стороны вашего руководства и очевидное намерение следовать этому процессу, сотрудничать со стороны различных институтов, которые играют ключевую роль в этом процессе. Господин посол, я удивлена, вы так хорошо информированы относительно новых фигур нашей политики и сложности взаимоотношений между центром и регионами. Действительно ли существует тесная взаимосвязь между ходом реформы в Украине и объемом помощи ЕС? Безусловно, потому что помощь ЕС должна иметь только позитивный эффект. Если страна проводит реформы, которые ей необходимы, например, в политической системе, в части законодательства, в экономической системе и в части достижения европейских стандартов, причем страна это делает самостоятельно, только тогда мы можем ощутить позитивный эффект нашей помощи. С другой стороны, мы не увидим соответствующий результат нашей помощи в различных секторах экономики, если мы не видим настойчивого желания политической воли руководителей государства, которые и должны, собственно, внедрять те формы, содержащие в себе законодательный исполнительный компонент. Если этого нет, положительного результата не будет. Господин посол, я помню, в прошлом году вы были совсем не удовлетворены ходом реформ в Украине, темпом их проведения. Что-то сейчас поменялось? Может, что-то изменилось сейчас? Мы видим обоснованные амбиции в плане привлечения инвестиций и желания сделать Украину привлекательной для инвесторов страной. Это очень важно. Есть попытки начать административную реформу с целью сделать украинскую власть гораздо более прозрачной, более легкой для создания и деятельности компаний. Это правда. Все эти процессы существуют. Просто все эти процессы в Украине должны стать более прозрачными и особенно должна стать прозрачной ваша социальная политика. И, насколько мы видим, ваша власть собирается развивать эти процессы, при этом сберегая то, что особенно важно для Европейского Союза и для Украины, как и европейской страны. Это сохранение демократических ценностей, основополагающего понятия в среде ценностей Европейского Союза. Господин посол, вы нарисовали очень красивую картинку. А вдруг это просто ваша вежливость? Вы действительно верите в это? Нет, это не вежливость с моей стороны, потому что то, о чем я говорю, уже случилось. Конечно, уровень адаптации законодательства недостаточный. Нужно, чтобы существовало законодательство, которое можно использовать. А если вы его не адаптируете, то использовать его будет невозможно. Я говорил о том, что уже имеет место, что очень важно. Я имел в виду программу, которая требует от правительства дополнительных реформ. Это то, что случилось. Я прямой человек, поэтому, если я вижу движение к позитивному, я и говорю об этом. Насколько сопоставима программа, проводимая Европейским Союзом в Крыму, с той, что провозгласил господин Янукович? Совершенно сопоставимо. Потому что то, о чем говорили в Симферополе 3 августа, и не только президент, но вообще все, кто выступал, это общее желание упразднить те препятствия, которые существуют в Крыму и в Украине во многих аспектах. И мы должны определить приоритеты, точнее уточнить наши приоритеты, те, к которым мы будем следовать в первую очередь. То есть важно идентифицировать проблемы и предложить выход из ситуации. И тогда у этой программы будут позитивные результаты. Но очень важно, чтобы была ясность насчет самой проблемы изначально, и какое лечение вы будете к ней применять. Важно понимать, какой сектор будет у вас наиболее приоритетным, и какие меры вы должны в нем применить. Но понимание даже не проблем, а вызовов, а назовем это так, это всегда только первый шаг. Что же касается имплементации решений, на какой стадии все это находится, система европейской помощи Крыму? Помощь Евросоюза Крыму имеет несколько различных аспектов. Это зависит от объекта ее направленности. В одно и то же время предлагается помощь процессам реформ в Крыму, создания институтов, которые могут заняться вопросами социально-экономического развития. И в то же самое время мы предлагаем помощь, которая напрямую не зависит от этих реформ. Я говорю о помощи наиболее уязвимым, незащищенным слоям населения. Вот с чего мы начали полтора года назад, это с помощью правительства Крыма в создании стратегической программы развития, проведение экспертизы, необходимой для этого. Эта экспертиза была сделана на крымские деньги? Нет, все это было финансировано Европейским Союзом. У нас есть команда, которая занимается региональными проектами устойчивого развития. И она работает с крымскими властями на протяжении года, они разрабатывают эту программу. Мы имеем фонд, который уже создан, но он тоже в процессе развития. Мы набираем квалифицированный штат, у нас есть агентство регионального развития Крыма. Мы уже сосредоточили около 5 миллионов евро для проектов, которые мы начнем на тендерной основе очень скоро, для того, чтобы предложить помощь развитию туризма в Крыму. Штат-агентство будет таким же, как и во всех подобных агентствах развития, которые мы создали в разных странах. Он будет состоять в основном из украинцев, из крымчан, это будет постоянный штат. И он будет также поддерживаться людьми, работающими на временной договорной основе из международной команды, европейской команды, которая будет проводить экспертизу во время подготовки проекта. Мы начали с презентации проекта в области туризма, провели презентацию нашей стратегии во время встречи с президентом Януковичем. Конечно же, туризм был определен как главный приоритет. У нас достаточно ссылок и примеров из опыта других стран, из различных регионов. Эти примеры могут быть источником вдохновения для дальнейших реформ в туристическом секторе. Например, в Турции. Это очень хороший пример, тем более, что эта страна не член Евросоюза. Но любой пример, который может быть полезен для Крыма, должен быть взят на вооружение. Ведь проверенный временем успешный опыт должен учитываться в этом процессе. У нас еще есть одна программа, тоже с бюджетом в 5 миллионов евро, для поддержки социальной инфраструктуры местных громад. Эта программа началась накануне 2010 года. С ее помощью мы помогаем местным громадам решать их проблемы. Самые насущные – снабжение водой, энергосбережения в сельских школах, снабжение оборудованием сельских амбулаторий. Ну и, наконец, это программа привлечения инвесторов в Севастополь. Это программа, которая осуществляет самостоятельно Европейская комиссия. В нее мы вложили 14 миллионов евро в виде гранта. Но у нас есть разные члены Европейского Союза, например, Германия, Нидерланды, Швейцария и другие. И у них есть свои собственные программы, которые они координируют сами же, на уровне местных громад осуществляют свои программы. Энергетическая эффективность, развитие гражданского общества. И вот если это все сложить, то станет понятно, что нам удалось мобилизовать 25 миллионов евро для Крыма. Некоторые из этих программ имеют моментальное воплощение и результат. Но главный результат будет очевиден, когда мы приведем серьезных инвесторов в крымскую экономику. А для этого вам нужны серьезные реформы и серьезные институции. А вот эти маленькие проекты для местных громад, они финансируются только Евросоюзом или, как всегда, должна быть доля местных громад? Местная власть, если мы с вами имеем в виду власти Крыма и власти на местах, они, конечно, понимают в этом участие. Но те деньги, о которых я вам говорил, это деньги из Европейского Союза. Некоторые из этих проектов, например, те, что поддерживаются СБА и другими, предусматривают частичное инвестирование со стороны местных властей и местных громад. Это дополнительное инвестирование к тому, о чем я говорил. Но это не обязательно, это может быть, а может не быть. Нет, для всех этих проектов всегда должен быть компонент инвестирования со стороны местных властей. И если вы примете наше предложение посетить несколько таких местных громад, и тогда вам расскажут детали того, как реализовывались эти проекты. Я думаю, это будет очень важно. Я говорю о социально-экономическом направлении нашей помощи. Но когда мы говорим о тех 5 миллионах евро, которые мы собираемся вложить в отрасль туризма, то эти 5 миллионов – это деньги от Евросоюза. Мы ожидаем, что наша техническая помощь в виде консультаций, тренингов будет в конце концов означать, что местные власти будут развивать сектор туризма, принимая решения, создавая законодательство, административные решения, осуществляя политику поднятия стандартов в туризме, и тогда у них появится возможность и поднять здесь способность различных организаций в регионах Крыма, которые работают в этом приоритетном секторе экономики. Один из многочисленных примеров такой помощи мы встретили в Северном Крыму. Кумово – далекое село Северного Крыма в Раздольнском районе. Сюда не ходят даже рейсовые автобусы. А это сельская средняя школа. Смотрите, какая хорошенькая. И новые пластиковые окна ей совершенно к лицу. Была такая программа, программа Европейского Союза, местное развитие громад и энергосберегающие технологии. Предложили, я прекрасно понимал, думаю, ну почему бы, скажем так, за полуцены не сделать стопроцентную программу. И вот мы практически, ну не практически, вернее, мы видели фасад и боковые пожарные двери, боковые окна полностью поменяли. Предприятие при этом заплатило 32 тысячи гривен, с родителей собрали 7 тысяч гривен. Ну и Европейский Союз выделил оставшуюся сумму, а программа всего рассчитана где-то на 1070. Но почему я спросила о практике софинансирования в этих местных проектах социально-экономического развития? Потому что это кладет начало очень интересной практике самоорганизации населения, к которой наши люди, к сожалению, не очень привыкли. Они объединяются, находят дополнительные деньги для решения собственных проблем. Те же самые 10-20% дополнительного финансирования. Это особенно важно для Украины, где, к сожалению, люди на местах лишены привычки самостоятельно решать свои проблемы, определять приоритеты, самоорганизовываться для встречи с повседневными бытовыми трудностями. Эта программа важна и потому, что вклад местной громады может быть, как говорят, натурой. Например, не обязательно нужно вносить свои деньги, можно просто сделать работу, и это будет их вкладом. Я увиден, что у нас все получится, и мы готовы работать 24 часа в сутки, чтобы следовать по пути осуществления наших планов в Крыму. После последних выборов политический курс нашей страны изменился. Мы уже не идем в НАТО, но мы принимаем участие в евроинтеграционных процессах. Таким образом, наши люди начинают сравнивать преимущества различных систем безопасности, например, НАТО и Евросоюза. Зачем, на ваш взгляд, Евросоюз создает свои собственные вооруженные силы? Что означает для нас система безопасности Европейского Союза? Прежде всего, мы не должны путать НАТО и ЕС. Это два абсолютно различных процесса. Европейский Союз – это процесс интеграции наций на основе их собственной воли, без каких-либо милитаристских стратегических целей и объектов. Этот процесс начался с экономической интеграции. Он углублялся во многих сферах, потому что различные государства пришли к такому выводу, что с некоторыми вызовами, проблемами им не справиться в одиночку. Поэтому процесс, который начался с экономических целей, стал расширяться шаг за шагом. Государства-члены приходили к решению, что тот или иной вопрос они не могут решать в одиночку, надо его решать вместе. И точно так же с вопросами безопасности. Они возникли как необходимость создать возможность совместного реагирования на многие гуманитарные проблемы, вопросы, связанные с гуманитарной помощью. Но это совсем не те цели, для которых создавалась НАТО. Во-первых, большинство этих вызовов сосредоточено за пределами территории Европейского Союза и Европейского континента вообще. Например, большинство операций проводятся на территории Африки, в Судане и в Конго, и имеют все ту же гуманитарную направленность для стран с военными конфликтами. Как известно, Европейский Союз – самый крупный донор в мире, донор гуманитарной помощи. 60% мировой гуманитарной помощи выделяет Европейский Союз. Эта помощь касается и пострадавших в различных катастрофах, например, приземлетрясениях или наводнениях. ЕС – крупнейший инвестор такой помощи. Но большая часть связана все-таки с помощью людям, пострадавшим в вооруженных конфликтах. Как правило, такие страны всегда нуждаются в миротворческих военных контингентах. Сейчас появилась первая морская военная операция возле берегов Сомали, связанная с борьбой с пиратством. Это новое направление – защита морских путей в восточной и северо-восточной части Африки и на Ближнем Востоке. Там даже Украина принимает участие в этих операциях. Что касается идентификации европейской системы безопасности, то она создана для того, чтобы обеспечить Европейский Союз возможностью проводить такие операции в различных частях земного шара. Это происходит на огромном пространстве, от архипелага Индонезия до Ближнего Востока. Спасибо за вашу толерантность, компетенцию, желание говорить на русском и любовь к нашей стране. Спасибо большое. Всегда жду вас в этой студии с вашим замечательным анализом нашей современной истории. Спасибо. Спасибо.